Всем привет мои самые умные и талантливые зрители! С вами снова Аня и сегодня внеплановый выпуск секретов и лайфхаков. Вышло обновление, на почту привезли подарочки и даже микс обновили, поэтому сегодня вас ждет нереально сочный выпуск. Завариваем что-нибудь вкусненькое покушать, несем чаёк, кофеёк и загружаемся вместе со мной. В новом миксе всего два опросика, давайте их быстренько пройдём и перейдём, так сказать, к основному блюду. В первом опросе надо выбрать яйцо или такой вот светильник-снеговичок. Это очень сложно и непонятно, я даже не знаю что выбрать, но слева кстати еще есть небольшое видео про подарочки. Подарочки 2020 года, обалдеть, неужели уже все добавили? Ой, друзья, сейчас мы все посмотрим. Предлагаю выбрать снеговика, потому что, ну скоро новый год, почему бы и нет, у меня почему-то такая вот ассоциация есть. 56% за снеговика и 44% за яйцо. Следующий опрос, надо выбрать напиток или букет, но я конечно же выберу первый вариант. 51% за напиточек и 49% за букет. Посмотрите, друзья, почти везде 50 на 50. Эти опросы я проходила в прошлом выпуске, а на эти опросы ответили сейчас. И вы тоже, друзья, пишите в комментариях свои ответы, очень интересно посмотреть, кто что выбирает. Давайте покинем микс. И загрузимся в игру. Поддержите меня пока что лайком, друзья. Я надеюсь, у вас тоже все удастся, вы установите обновление. Но если нет, не расстраивайтесь, со временем вы тоже сможете поиграть. И даже по обзору как-то определите, покупать или нет. Давайте же с вами сходим на новую локацию. Загрузимся на первый этаж. Да, друзья, здесь два этажа, боже мой, как же это круто. Это очень круто. Получается, это самое начало. И это уже лифт, давайте достанем персонажа. Я уже успела посмотреть некоторые лайфхаки, вам тоже их покажу. Давайте пройдем чуть правее. И первое, что нам попадает в глаза, это вот такие вот передвижные штучки для багажа. Мне напоминает Гарри Поттера, когда они ставили чемоданы и бежали сквозь стены. Можно также, кстати, сценки прикольные разыгрывать. Очень будет интересно посмотреть, получится ли их перенести куда-нибудь к себе домой. Но раз персонаж берет руку, то я полагаю, мы сможем путешествовать вместе с ними. Далее мы видим такой гризочек, и я думаю, его можно скушать. Да, здесь все можно кушать, кстати, что в чемодане. Вот такой интересный алмазик. Давайте пройдем дальше. Красивая женщина, это новая шапочка. Посмотрите, друзья, очки прикольные и одежда. Мы можем также вставать на другую сторону, здесь присесть. А вот тут, друзья, небольшой такой вот баг или лайфхак, но мы можем вот так вот перепадать за эту табличку. И сам поезд. Остановимся у туалета. Давайте его откроем. Здесь есть всего лишь одна туалетная бумага. Я так полагаю, раковина. Да, вот такая вот небольшая кабинка, но тоже прикольный. Прикольный туалет, Ань, до чего мы дожили. Ну, реально, друзья, я очень в восторге от обновления. Заходим в поезд и видим еще одного персонажа. На нем есть кепочка, также новая одежда. А сверху чемоданчик. Сегодня будем все чемоданы открывать. Вообще, я похожа на подозрительного персонажа в этих очках. Так, у нас здесь интересные экзотические фрукты. Возможно, кто-то везет их из омлетных островов. Давайте поставим, возьмем газетку. Новая газетка появилась. Вот такой интересный коктейльчик. Все, будем с вами выпивать и пробовать в этом выпуске. Мне кажется, потому что огрызок застрял в горле. В горле моего персонажа. Есть специальные подстаканники. О, это же маленькие розетки. Если бы у персонажа были зарядки, он бы сюда, наверное, втыкал зарядку. Еще один чемоданчик. Опа! А у меня баги! Новые баги в Тока-Бока! Летающий чемодан! Только он летает не сверху, а снизу. Интересно, почему он забаговался? Но персонаж, кстати, его держит нормально. Здесь новая одежда. Самое время примерить. Мы сегодня все меряем. Нет, это не новая одежда. Эта одежда уже была. Но почему тогда вот этот чемодан не забаговался? Очень интересно, друзья. У вас тоже какие-нибудь баги произошли? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Давайте вообще как можно больше обсуждать обновления. Это же такое масштабное событие. Фиолетовый спальный мешочек. Укутались. Вообще их сложно очень надевать на себя. Но этот вроде не так уж и сложно было надеть и снять. А то бывает, знаете, я одену какой-то спальный мешок, потому фиг снимешь. Проходим, нажимаем на кнопочку и открывается дверца. Здесь можно остановиться, как бы поспать. Это киспальные места. Еще один журнальчик. Кроссворды, наверное. Ух ты, какая милая, прикольная игрушка. Боже, друзья. Я уже очень хочу снимать здесь какие-нибудь классные сериалы. Голубой новый чемодан. А что здесь? Опять забаговался. В этом чемодане у нас есть шампунь. Всякие уходовые средства. И какашка. И просто какашка, да. В чемодане лежала какашка. Ничего необычного. Все так и должно было быть. Боже мой, женщина, что ты сделала? Не надо, это есть было. Ну ладно, откроем, друзья, вот эту дверцу. И закусим уже конфеткой зелененькой. Это, наверное, спальное место для крампита. И заходим в самый конец. Открываем дверцу. Здесь тоже, друзья, есть тайничок. Обратите внимание. Вот на эту дверцу надо было нажать. Фиолетовый красивый алмазик. Напиточек. Вот такая карточка. И синенький пончик. О боже, друзья, как много вкусняшек. Положим пока что на место. Вроде здесь ничего не могуется. И предлагаю отправиться. Давайте, дядя, поехали. Женщина, ты что здесь делаешь? Уйди, пожалуйста. Я говорю, поехали. Мне видео надо снимать. Я вам потом заплачу. Ну ладно, погнали. Друзья, мы едем с вами. А я где-то там лечу. Посмотрите. Я думала, персонаж будет падать туда-куда-то. Но он залетает обратно. Кстати, если снимать какой-нибудь один уголок, можно снять сценку, будто бы ваш персонаж летит. Летит в воздухе. Также мы можем менять пейзажи. Они постепенно меняются. А что, если мы влево пойдем? Нет, здесь поезд стоит. Очень интересно какой-то аттракцион. Это не поезд, а аттракцион. Меня обманули. Я хочу на омлетные острова. Отвезите меня, дядя. Какие тебе омлетные острова? Это всего лишь муляж. О, обратите внимание, здесь же занавеска. Эти занавески тоже интерактивные. И тут тоже есть занавески. Вроде бы мы здесь все посмотрели. Если я что-то пропущу, то напишите в комментариях. Вообще, это только первый выпуск. Потом еще что-нибудь снимем. Давайте поднимемся на другой этаж. Мы оказались наверху. И предлагаю достать персонажа. Мне очень нравится стиль нашего персонажа. Такой случайный получился. Здесь билетики можно взять. Интересно, куда эти билетики потом вставлять. Ну, давайте пройдем. Так, мы видим этих персонажей, музыкантов. Они очень прикольные. Жалко только, у них нет вот этой вот сменной одежды. Большое освещение. Голубь пьет чай. Очень интересно. Давайте его напоим. Также сверху есть таблички. И мы можем их менять. Здесь расписание всех поездов. Большие часы. Друзья, что это? Это же алмазик. Опа. Не просто алмазик. Если мы его возьмем, откроется секретик. Скрампитом. Наверное, он здесь всем управляет. Новые птички появились. Кстати, стаканы берите на заметку. Я их, наверное, все перенесу к себе. Ух ты, это же футбол. Как же круто. Друзья, можно снимать какой-нибудь музыкальный сериал. Про рок-звезду. А здесь комочек. Попробуем его открыть. Плохая оценка. Наверное, персонаж разозлился. Скомкал бумагу. Хотел выкинуть. Но промахнулся. И сел на поезд и ехал к печали. Еще одна птичка. Продолжаем двигаться. Дошли до новой фотобудки. И новые персонажи. А эта одежда, она была или это тоже новая? С облаками. Почему-то я не замечала. Вот эта одежда точно новая. Это, скорее всего, подросток. Он такой низенький. Хотя я, вроде, рядом с ним низкая. Не знаю, друзья. Но давайте попробуем сделать пару снимков. У меня такая большая голова получилась. А почему такая большая голова? Мы можем также фильтр поменять. Сделать серое фото. Еще мы можем сделать калаш. Вот калаш. Это очень круто. И черно-белый калаш. Такие варианты фотографий. Фильтры менять мы не можем. Но еще мы можем взять такие пуфики. Новые переносные пуфики. Думаю, добавлять их к себе в домик будет очень кстати. Двигаемся влево. И видим картину. Ее мы тоже можем забрать. А сюда, наверное, вставить свою. Да, можем вешать сюда картины. Такое чувство об этом меня разыскивает. Разыскивается в току-бока. Листаем влево. И здесь моя самая любимая часть. Это же зона фудкорта. Посмотрите, какие милые и очень аппетитные кексы. Я их все съем. Я их все съем. Все, вы не видели. Вы этого не видели. Присядем, друзья. И можно перекусить пончиком шоколадным. Так же, какие красивые сэндвичи. Вы их можете открыть и тоже скушать. Это с черным хлебушком. Есть так же с белым. Я полагаю, их можно соединить. Тройной сэндвич. Тройной сэндвич. И я все оплачу, обещаю. Он, наверное, обалдел от жизни. О, это же новый персонаж с татуировочками. Мы можем тоже переодеть своего персонажа в эту одежду. И помогать ему работать. Я, наверное, не оплачу, а все буду отрабатывать. У моего персонажа денег не хватит, сколько мы здесь едим. О, боже. О, боже мой. Все эти чашки я обязательно заберу к себе домой. Ой, посмотрите на эту прелесть. Такой милый смайлинг, друзья. Очень красивые чашки. Вот это голубенькое интересное. Отмечайте в комментариях свои любимые чашки. Так же на витрине есть новые напитки, коктейли. Я полагаю, их можно выпить и тоже забрать себе домой. Наполнять любой другой жидкостью. На полочке есть еще новые плакаты. Давайте их развернем. Есть такой напиток. Еще один клубничный напиток. И еще один тыквенный сок. Также можно взять коробочку. Сюда положить, наверное, угощение, пончики. Такой голубой яркой глазури не было. Есть голубая глазурь, но это более глянцевая, что ли. Глянцевый пончик. Поглядите. На вкус божественно. Просто превосходно. Мы можем делать новые напитки. Посмотрите, друзья, всего лишь нажимаем на эти вот кружочки и получаем новые напитки. А в этот стакан, интересно, нет, не получается ничего налить. Но я думаю, в этот стакан можно налить какой-нибудь сок из дома. Продвинемся влево и найдем нового малыша. Новый интересный малыш с особенностями. Он очень прелестный. Поставьте, пожалуйста, лайк, если хотите какой-нибудь минифильм про этого малыша. Я, возможно, сниму что-нибудь. Мне очень нравится эта фиолетовая пеленка. Вернем, в общем, папе. Спасибо, папа. А что это у вас, соска, что ли, на руке? Очень практично. Чуть левее находится цветочный магазин дедушки. Вот такой у нас нарядный дедушка. Его костюм тоже шикарный. Мы можем здесь упаковывать подарочки. Цветочки, например. Такую бумажную упаковку. Много цветов, друзья. Уже не терпится украсить ими домик. Если честно, я думала, белые это тоже какие-нибудь базочки. Но их мы брать не можем. Зато мы можем еще взять чашечки. Открытки. Очень много открыток. Их можно развернуть, поставить. Эти открытки у нас скомкаются. Обратите внимание. И еще одна новая открыточка. Почему-то здесь только любовные письма, любовные послания. Других поздравлений, например, с днем рождения, здесь не найти. Не знаю, почему так сделали. Но имеем, что имеем. Мы можем также взять горшочек и вырастить свои цветы. Такой красивый цветочек у нас получился. Очень много цветов находится в корзинке. Давайте продвинемся влево и дойдем до кухни. Здесь спит у нас котенок. Есть новая подстилочка для питомцев. Женщина с новым костюмом и новой прической. А еще обратите внимание, у нее сережки в ушах. Сколько же в шкафчике предметов. Какие-то разбитые часы, карточка, билеты, еще одни костюмчики. Возможно, это полка с потерянными вещами. Но, может быть, это только я придумала. Так, а что это у нас в холодильнике? Шапка Деда Мороза. Я так и почему-то и подумала, что в морозилке будет шапка Деда Мороза. Ой, а почему у меня женщина легла в кошачьих постилках? Вот это поворот. Вот это поворот, друзья. Все новые интересные особенности. Это у нас оказывается спальное место. Я не думала, что сюда персонаж сможет лечь. Ну да, друзья, обратите внимание, сюда мы можем ложиться. Тесто для пиццы. Бобы всякие, чипсики. Почему я все ел? И в холодильнике меня смущает костюм Деда Мороза. Или это не Дед Мороз, это Санта Клаус. На холодильнике микроволновка с новым контейнером. А в контейнере паста. Паста, паста, паста. Обожаю еду. Сюда можно какие-нибудь ланчи помещать. И отправлять детей в школу. Наверное, на этом все, друзья. Это был мой первый обзор на новую локацию. Сейчас я предлагаю покинуть здание. И отправиться на почту. Быстренько посмотреть на новые подарочки. Вернее, не новые, а старые. Листаем влево. Загружаемся на почту. Сегодня не пятница. Подарочек мы не заберем. Достаем нашу Деда Мороза. И будем листать. Искать новые, вернее, новые старые подарочки. Друзья, стул Зика. Я сейчас буду орать просто на всю квартиру. Стул Зика вернули. Это то, что я ждала, наверное, год. Я ровно год ждала стул Зиков. И он наконец-то приехал. Присаживайтесь, ваше величество. Такая вот ухумылка у него. Далее мы видим пижаму. Вот тот самый светильник. Елочная игрушечка. Носочек Нари. С новым карандашиком. Боже, это такая прелесть. Друзья, я в восторге. Я просто счастлива от этих обновлений. Интересно, это багующие слизи? Слаймы. Шарик 2021 года. Новая пижамка. С такими елочками. И также есть пижама для детей. О, кстати, Катюш, пример. Твоя новая пижамка. Ну, это очень прелестно. Картины вернули. Здесь есть Рита. Также вот картина с ленивцами. Есть пижамка с милыми тапочками. Новая приставка у нас будет. Также можно найти камеру. Вот такие вот интересные и красивые шапочки. Праздничные. Костюм космонавта. А это же костюмчик Нари. Она в нем пугала. Есть также пиратский костюм. Я как-то снимала про пиратов. Этот костюм бы отлично подошел. А это место крюка билка. Очень интересно, оригинально. Мы можем нацепить рыбку на билку. Аквариум. А это что, картина? Почему она такая квадратная? Интересно. Я думала, это какая-то коробка. Но нет, друзья, это тоже картина. Еще один шлем робота. Очки. Костюмов очень много. И много картин. За картиной определенно лайк. Так, а метелка у нас никак не летает. Я думала, она будет летающая. Но нет, друзья, мы тоже ее можем просто брать. Также можем переодеть персонажа в костюм ведьмочки. Немножко место почистили. Давайте продолжим смотреть подарочки. На полочке еще есть одни костюмчики. Вот такой вот прикольный персонаж. Костюм робота. Костюм клубнички. Очень прелестный халатик. А может быть это тоже не халат, а платье? Магическое такое для гадалки. Теплый наряд. Интересные прикольные часики. Еще один новый букетик. О, вот эти вот маски я ждала. Я знала, что они раньше были. И мне их очень не хватало. Есть также розовая маска и розовый халатик. Корзинка с фруктами. Еще один светильник. Они очень яркие. Такая коробочка уже есть похожая. И в ней печеньки. В желтой коробке мы можем найти чайный сервис. И устраивать чайную церемонию. Маленькие такие милые чашечки. Я их тоже заберу к себе домой. А это самодельная каталка Риты. Она тоже обрадуется. Мы также можем найти награду яркую золотую. Милого маленького моржика. И еще горшочек, где мы можем выращивать растения. Картошку, чернику и цветы. Еще один костюмчик с университета. И прикольные кепки. Тут очень много кепок. Костюмчик Зика. Ой, Зик, прости, прости, ты ничего не видел. Наверное, это купальник на Ари. А это же для Леона. Ооо, Рита, ты будешь в восторге от нового наряда. Конвертики с письмом. Наверное, какое-нибудь письмо из университета. С отказом и с принятием. Такая прелестная картина с лошадками. Это яйцо мы видели в Апросике. Я не знаю, что с ним делать. Оно какое-то может быть музыкальное. Еще мы можем найти петарды. Такие яркие. Ух ты. Прям настроение новогоднее. Новый год к нам, Чиньца. Кто ждет Новый год, ставьте лайк. Мы также еще один костюмчик можем найти. Подушечка кетчуп у нас есть в редакторе. Коробка с домиком для крампита. Листаем полочки и находим еще один костюм. Костюм кого? Лесника что ли? Получится наконец-то разнообразить образы персонажа. А это же питомец Зика. Зик, ты реально будешь счастлив. Он здесь у нас стоит закупоренный. Бедный Зик, что ты тут делаешь? Играешь, да? Ну ладно, не будем ему мешать. На полочке есть еще один костюмчик. Это для Леона? Это серьезно для Леона. Будет разыгрывать Риту с новым прикольным нарядом. Кошелечек, коробочка с яйцами. Наверное, этот подарочек был на Пасху. Из интересного найдем новую картину. Такой смокинг. Он очень красивый. Будто бы какая-то знаменитость. На День всех влюбленных есть открыточка. Еще конфетки в упаковке сердечком. И милые часики. В другой коробке есть костюмчик с коньками и шапочком. Разбитое сердце. Это сердечко рассоединяется. На половинке. Как интересно. Еще один костюмчик. Он был в опросике. И между прочим, я за него и голосовала. Новая маска. Такое растение. Заперем в домик. Все заперем в домик. Конвертик с денежками. Похоже на шкатулку. Но нет. Здесь же пельмешки. Наверное, китайские пельмешки. Волшебная палочка. У нас есть золотая палочка. А это какая-то снежная. Для снежной королевы. Чувствую для вас в нему много зимних новогодних сериалов. С какой-нибудь принцессой льда. На сегодня, друзья. Пожалуй, будем заканчивать. Если вы хотите продолжение обзора. То поддержите видео лайком. А я вас всех очень сильно люблю. Желаю мира, добра, позитива. И много вкусной пиццы. Всем удачи. Всем пока.